Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я думаю, что ты не знаешь, где я могу найти дневник звезды Куча надутых мудаков Все еще нужно найти дневник звезды Это подойдет Все в порядке, у меня есть специальная библиотечная карта Просто тут дверь немного заклинила Девушки отдыхают Если ты посылаешь меня в далекие дали Чтобы доставить твои книги То хотя бы можешь встретить меня у станции Ходьба будет полезна для тебя Я прошел через ад, чтобы доставить твои книги И в поезде на меня все пялились И все из этой с кричащим лицом на обложке А это что? Дневник звезды, последний в моем списке Ты что, не видишь гигантскую звезду? Ее сложно было найти Она называется дневником звезды из-за имени автора Тут не должно быть гигантской звезды на ней Посмотри на это, это похоже на историю магии, по-твоему? Ой, извини, что я проделал весь путь до контрлота И не нашел книгу, что ты искала Заплатил за эту поездку из моего пособия Полагаю, ты должна мне ужин Что я там собирался сегодня есть? А, да, тупую кошачью еду Знаешь, зверюшки Флаттерша едят, что захотят Она выглядит очень старой Она выглядит по-идиотски То, что она выглядит старой И на ней звезда не означает, что это правильная книга И что бы ты знал Эта кошачья еда полна витаминами и минералами И она намного дороже, чем ты думаешь Так что отсоси, это полезно для тебя, как брокколи Как если бы у брокколи и демона был ребенок Привет, Файлайт, привет, Шпайк О мой бог Здесь много книг, ты читаешь много книг О, отлично, привет Конечно, у меня есть много книг Я должна читать, чтобы быть готовой на случай Если я осознаю свой полный потенциал Ну, знаешь, подняться по пищевой цепочке И, наконец, справить Понивилем Корото, но это будет полным отстоем Понивилю не нужна королева, он очень маленький Это моя автобиография Я написала ее сама Это то, что означает автобиография, Дэш Да, потому что она авто Как стиральная машина или типа того Не важно, ты читаешь много книг, вот я и подумала Может, ты это прочтешь Пожалуйста У тебя дислексия? Надеюсь, что нет, они отменили мою медицинскую страховку Так что это было бы очень плохо Ты вставляешь случайные слова Перевернутые и задом наперед Это уже даже не дислексия Как ты делаешь такие ошибки? Я строга к себе, так что могу подцепить пару плохих привычек Просто перепиши все это и прочти А я пойду практиковаться делать сальто Забавная вещица, где ты нашел это? Нашел в библиотеке Для опасных книг Всю в цепях, запертую на замок Пришлось взламывать замок Эти руки, драконьи руки Это, должно быть, по ошибке попало туда Новая книга Твайлайт была про маленькую девочку по имени Желтая Звезда Она была супер-пупер милой маленькой пони с большой магической силой Поскольку все рисунки были очень неуклюжими Твайлайт решила, что они были сделаны настоящей маленькой девочкой Там не было слов на каждой странице Но в большинстве случаев было понятно, что происходит До того, как Желтая Звезда была рождена Ее мама взлетела в небо однажды ночью Она нашла две красивейшие звезды Что смогла увидеть и принесла их с собой домой Эти две звезды превратились в младенцев Первой была Желтая Звезда Другая ее сестра Сильвер Крессент Они обе были красивейшими и умнейшими же ребятами Но самой умной была Желтая Звезда Твайлайт Твайлайт Эй, Твайлайт Твайлайт Что? Я читаю Я сделала кучи трюков, а ты даже не посмотрела Ты только и читала эту книгу, и это даже не моя книга Твоя книга равна сильно белому члену Неа, она супер увлекательная и рассказывает про мои приключения и все такое Твайлайт, ты хочешь быть известна как девушка с сравнивающей книгой с членами? Ну хорошо, давай посмотрим И потом я использовала мой радужный лазер из глаз Чтобы убить Билли из гимнастического класса После этого он Он не настучал на меня, но я ушла из академии, потому что школа для ботанов Это я открыла на случайной странице, ничего из этого не правда И этот параграф написан с помощью, я могу лишь надеяться, шоколадного сиропа Ты не можешь знать, у тебя есть лазерный рог Может элементы гармонии дали мне лазеры из глаз Может элементы гармонии дали тебе опухоль мозга Это очевидно, высокомерное самовозвышение, и мне неинтересно Ты опять сочетаешь книги и мужскую анатомию, и тебе надо прекратить Твайлайт Пожалуйста, Твайлайт, просто перепиши это все и прочти, чтобы я смогла стать лучше Нет, это так же привлекательно, как член в дробилке Ну теперь ты это делаешь специально Просто откорректируй, пожалуйста Ладно, доберусь до этого, когда доберусь Но не раньше, чем я закончу эту книгу Я делаю, а ты не ешь Ты не ешь и злишься, потому что это не идеально Не приходи ночью плакаться ко мне, когда будешь голодна Я знаю, как это работает Если я тебе понадоблюсь, я буду здесь, в моей миске кошачьей еды Знаешь что? А я добавлю туда молока и зефира Тебе меня не остановить Желтая звезда решила много проблем, и все ее любили Однажды гигантский змеиный монстр пришел в город и заставил пони танцевать Но желтая звезда исполнила танец лучше, что превратила монстра в камень Сильвер Кресцент не была так хороша, у нее был тупой цвет Желтая звезда была лучшей пони, у нее не было проблем, как у Сильвер Кресцент Сильвер Кресцент становилась злой, влезала в драки Но желтая звезда решала все словами и делала все хорошим снова Она всегда была права, и другие пони доверяли ей Твайлайт просто продолжала читать приключения за приключением Желтая звезда доказала, что она лучшая пони Она обвела сфинкса, показала лучше магию, чем джинн И была красивее, чем сирены Сильвер Кресцент была хороша тоже, но тупее И она всегда лажала, потому что не была лучшей пони. В один день Сильвер Крэссен влезла в очень плохую драку с другими пони. У нее был плохой сон, и что эти пони были жестоки к ней. И она накричала на них. А потом были удары, и очень скоро Сильвер Крэссен стала вся грязной от борьбы. Когда она пришла домой, мама стала отмывать ее ванной. Она была не очень бережна в этом. Это еще зачем? Я достаточно взрослый, чтобы купаться самостоятельно. Спасибо. Где ужин? Я злой. Твоя еда на столе? Я добавил зефира, получилось весьма хорошо. А, это ты. Я не ожидала компанию. Погоди, давай накраблю тебя. Нравится моя книга? Да, она милая. Продолжай читать, скажи мне, что думаешь? Хорошо, дай мне только приготовить завтрак вначале. Что хочешь поесть? Ну или ты знаешь, ты можешь прочесть еще одну главу. Да, конечно. После ее плохого сна Сильвер Крэссен продолжала влезать в драки. У нее были плохие сны про всех пони. Чем больше она дралась, тем больше плохих снов видела. И всегда, когда она влезала в драку, маме приходилось наказывать ее. Мама не наказывала желтую звезду, потому что та была лучшей пони и гораздо красивее. В начале мама наказывала Сильвер Крэссен, не разговаривая с ней больше. Потом мама стала оставлять Сильвер Крэссен без ужина, обеда и даже завтрака. Наконец, мама заставила ее спать на улице. И когда та попадала за эти внутрь, мама разозлилась. Когда Сильвер Крэссен нарушала правила, мама делала ей наказание вдали от глаз сестры. Вероятно, она заслужила этого. Но желтой звезде стала очень одинока, и ей пришлось заводить новых друзей. Желтой звезде нравились игры, и она придумала ей игру, когда должна была всем понравиться. Это сделает всех друзьями навсегда. Лучше всего было с Утка-Утка-Гусь. Она изменила правила, чтобы сделать игру лучше. Знаешь, трекер Зот, мне кажется, я начинаю понимать твою точку зрения. Очень часто, я знаю, они взрослые, но это выглядит, как будто они берут вилку в тостере, потом приводят нас к розетке в ванну и говорят нам выучить важный жизненный урок. Ладно, детка, вот оно, вот оно, не стесняйся сказать Гусь для Скуталу, проходя мимо. Да, не хотела это признавать, но я начинаю просыпаться в поту, спасибо некоторым из этих жизненных уроков. И то, что Луна продолжает появляться, пытаясь помочь, также не помогает. И что это за дела? Я не замечала, чтобы она делала это с другими детьми. Я подумал, что это может быть потому, что мы связаны с элементами гармонии, но... Скуталу не родня никому из них. Точно, да, хотя бы раз. Давайте встанем и уйдем, прежде чем непоправимое случится. Вот она идет, давай, детка, ооо, она пропустила меня снова. Мне нравится эта игра, у меня мурашки от привкушения. Что если мы останемся здесь и окажется, что тут будут конфетки в конце? Как в тот раз, когда мы помогли тому странному клоуну, что жил один в лесу и не знал его места в жизни. Вышло отлично. Почему это должно произойти? Почему мы получим конфетку? Почему ты думаешь, что тут будет награда? Вот она идет, она идет! Всегда есть награда, детка, ты просто должен дождаться. Как гусы, не высиживающие яйца. Вы, пожалуйста, Эппл-балом, ты не должна слушать Скуталу. Ну ладно, пошли. Мы, вероятнее всего, попадем в просаг с Рэнбоу Дэш, занимающейся смертностью черепахи или чем-то вроде. Желтая Звезда завела много новых друзей с ее новыми правилами и новыми играми. Все не были уверены поначалу, но как только они поиграли в них, они понимали, что Желтая Звезда была лучшей пони, а Сильвер Крессен была толстой. Все, кроме Сильвер Крессен, которая даже не пробовала игры. Сильвер Крессен всегда была злой, потому что не была хорошей пони. Она была зла, потому что Желтой Звезды никогда не было ни в одном из ее снов. Но это было тупо, потому что Сильвер Крессен снились только плохие сны. Желтая Звезда не была плохой пони. Сильвер Крестен была также злой, потому что мама больше не разрешала ей быть дома А это потому, что Сильвер Крестен была плохой пони Которая съела все зефирные хлопья Но Сильвер Крестен сказала, что их мама была плохой пони Что не купила достаточно зефирных хлопьев Сильвер Крестен сказала, что она может доказать, что мама плохая пони Потому что у нее был сон, где у нее были крылья, и она отправилась убедиться с их отцом И он сказал, что Сильвер Крестен была хорошей пони, а мама не была хорошей Желтая звезда сказала, что это был всего лишь сон И все сны Сильвер Кресленд были плохими, все равно, если бы она получила больше хлопьев, то стала бы только толще. Но Сильвер сказала, что она может доказать это. Желтая Звезда сказала, что она позволит сестре доказать это, если та согласится сыграть с Желтой Звездой, как другие пони. Так что Сильвер Кресленд и Желтая Звезда отрастили крылья и поднялись в небо. Желтая Звезда была лучшей в полетах. Они пролетели выше Луны, выше Солнца через все звезды. Весь путь, пока они попали в то место, в котором был их отец во сне, Сильвер Кресленд. И их отец сказал, что они обе были хорошими пони, лучшими пони. Сильвер Кресленд рассказала, что мама думает, что Сильвер Кресленд была плохой пони. Сильвер Кресленд пожаловалась, что Желтая Звезда говорила то же самое. Но Желтая Звезда сказала, что Сильвер Кресленд лгунья и съела все хлопья. И их отец сказал, что они обе хорошие и обе должны получить хлопья. Все должны считать, что они хорошие. Когда Луна будет яркой и блестящей, звезды будут чистыми. Он придет и покажет всем, что его маленькие девочки были лучшими пони. Эти вещи, вероятно, не происходили, так что они перечеркнуты. Ну, один из моих идиотских друзей хочет, чтобы я подкорректировал ее книгу. И я могу сделать это для тебя. Было бы лучше, если бы ты не делала этого. Все в порядке, я просто могу показать тебе ошибки, а ты исправишь их. Забудь, все в порядке, они зачеркнуты намеренно. Да ладно, я просто, ради дословного значения. Нет, не придавай этому большое значение, Твайлайт. Я просто пытаюсь помочь, хорошо? Ладно, если хочешь помочь, просто продолжай читать. Сможешь это сделать? Думаешь, сможешь справиться с этим? Ну ладно, раз ты такая чувствительная. Мама уснула. Хорошо, видишь, ты открыла целую страницу только для одного предложения. Твайлайт, просто дай мне закончить. Проблема в том, что это рушит погружение. Это повествование, а не поэма, так что это не вписывается сюда. Она умерла. Это плохо? Ты тупая? Ну, ты говоришь так, будто твоя мама... Я не знаю. Будто она умерла? Потому что она умерла. Нет, я поняла эту часть, но теперь, когда я думаю об этом, тут много путающих вещей. Например, как вы отрастили крылья? Вам нужно огромное количество силы, чтобы сделать это. Или как вы думаете, просто пуф и всё? Вот вам крылья, принцесса? Ну мы завершили древнее заклинание и спели песню о дружбе. Твайлайт, с кем ты там споришь? С желтой звездой, алло. Или ты не заметил красивейшую умнейшую поню, стоящую здесь? Кто? Привет, Спайк. Рада познакомиться с тобой. Не игнорируй её. Скажи привет. Ты знаешь, Спайк иногда может быть забывчивым мудаком. Постарайся быть милым. У неё мама умерла. Так, давай всё проясним. Я дал тебе магическую книгу, и никто из нас не знал, что это такое. Ты читаешь, что книгу со вечера, не останавливаясь на сон и еду. И теперь ты можешь видеть персонажа из этой книги, стоящего здесь в спальне. И что персонаж хочет от тебя? Продолжай читать. Она хочет, чтобы я продолжала читать, что звучит хорошо, потому что это хорошая книга. Окей, я пойду за кое-какими делами. Жёлтая звезда была умнейшей поней, и она догадалась, что монстр только притворялся их отцом. И она сделала специальное заклинание, которое отправит монстра подальше навсегда. Но жители города хотели помочь ей. Если они помогут, потому что правила говорят так, то это не считается. Многие пони обвиняли жёлтую звезду поначалу, но поскольку она была лучшей пони, вскоре все поняли, что из-за Сильвер Кресцент монстр пришёл в город. Сильвер Кресцент подкупила его зефирными хлопьями. Так ты абсолютно уверен, что тут не будет ужасного демона, ждущего нас в этот раз? Или каких-то щупали с туалета? Она неодержима, у неё просто железная воля в чтении некоторых книг для нечестивых причин. Твою мать, Спайк такой мудак! И я нашла милую развлекательную книгу, которая оживает на моих глазах и затягивает. А он приглашает моих друзей, как будто я не буду занята. Ты никогда не дойдёшь до конца, если они заберут книгу? Спасибо, капитан Очевидность. Я не могу передать, как пресно разговоры с этими ребятами пойдут. Рерити будет сидеть и буквально часами говорить о том, какую тканина использует в своих платьях. Как будто я что-то в этом понимаю. Даже не буду начинать про рассказы Рэнбол Дэша в смысле жизни. Когда она решает, что здесь какой-то великий смысл о том, с какой прической я хожу? О боже мой. Я знаю способ, мы можем избежать разлучения, даже если они отберут книгу. Ага. Вот так. Ты не против, если я заимствую это? Да, я думаю, это нормально. Я не смогу творить магию без этого, но... Хорошо, план таков. Мы быстро вбегаем, хватаем книгу, уничтожаем её и быстро сваливаем, прежде чем она сможет отомстить. Флаттерша, извини, ты такая медленная, так что ты, вероятно, будешь той, которую поймают. Всё в порядке, извините, это моя вина. Я должна больше заниматься, но нытью и слёзы заставляют меня чувствовать себя лучше. Вообще-то, у меня есть план, который не потребует магии. Найдите книгу до того, как она вырвется и убьёт нас! Если бы у меня была моя магия, вы были бы уже мертвы. Что ты имеешь в виду, если бы была твоя магия? Я так счастливее, оставьте меня одну! Я нашла книгу, она просто лежала на её кровати. Всё, бежим! Извините, я осталась позади, чтобы быть убитой и выиграть время для других. Пожалуйста, сделайте это безболезненно. Кто ты такая вообще? Иди домой. Фух, я не могу поверить, что это сработало. Магия Твайлайт может побороть медведя Гризли с кнутом. Я думаю, что единственная вещь, что у нас была, это эффект неожиданности. Может, книга высосала её силы, всё же она ничего не может сделать без своей магии. В отличие от меня, которая всё ещё практикует свою стойку. Ай, блин, книга, что свела Твайлайт с ума, это моя автобиография. Должно быть, автор из меня хуже, чем я думала. Нет, Дэш, это не может быть твоей автобиографией. Это написано на каком-то безумном демоническом языке. Нет, это она. Видишь, здесь ты должна читать справа налево, потому что я забыла немного. А потом ты считаешь слева направо здесь. И все эти Т, они должны быть И на самом деле. Порой я путаюсь. О, а эта часть, где Спайк становится моим рабом из-за кодекса драконов. Это как долг жизни Вуки, но только не такой крутой. О, ну да, не только она самая сильная, но ещё и умнейшая. Кто-либо из вас чувствует себя всё более бессильным, чем более понимает её потенциал. Однажды Пинки приручит эту дикую пони. Все пони в итоге согласились, что Жёлтая Звезда права, им нужно сделать специальное заклинание, чтобы заставить монстра уйти. А потом они накажут Сильвер Кресцент, она была зла, но Жёлтая Звезда придумала хитрый трюк. И Сильвер Кресцент больше не злилась. С пони гордо согласились сыграть специальную игру с особенными правилами. Все должны были петь специальную песенку и танцевать особый танец. И когда песня была спета, огромная дыра открылась. Что? Ну что ж, Твайлэд, ты облажалась. Я что? Ты зашла в амбар, бросила лампу у двери, как глупая пони, и не смогла закончить книгу до того, как огонь подобрался к тебе. Нет, я так близка к концу, я могу дочитать книгу? Нет, это то, что ты здесь нашла. Просто скажи, как она заканчивается. Это моя вина. Слишком увлеклась и заигралась с огнем. Ты можешь идти, Твайлайт. Это было так прекрасно. Ты нашла книгу желтой звезды. Скажи мне, в каком обличье она предстала перед твоими глазами? Она была прелестной маленькой девочкой, слишком чистой для этого мира, со светлой гривой и цветком в волосах. Автор вносит в книгу частичку себя. Но читатель дорисовывает что-то, глядя с его точки зрения так же. Интересно, как я выгляжу в книге со стороны? Ребенок верит в ложь, потому что он не знает ничего лучше. Взрослый видит ложь, потому что она не вписывается в его опыт. Из-за этого детская история может предстать в очень разном свете. С достаточным количеством подтекста. Вещь, созданная для ребенка, становится иным миром для взрослого. Жаль, что ты не закончила читать. А, лучше сидеться в рукаве. Всегда смотри по сторонам, когда переходишь дорогу. Тихо. Я должен спайкать, а не большого обучения на тему, как он должен поступать с замками, которые не может открыть без ключа. Окей. Запомни этот, Твайлайт. Нельзя сказать, когда подтекст победит внешнюю оболочку. Блин, полагаю, она очень разозлилась, что мы пытались забрать эту книгу. Знаете что, мне нравится мой бутик. Думаю, мы позволим Твайлайт выиграть в этот раз.